И фактически из двушки сделали трешку. Это дом сталинского периода постройки, 57-го года. Здесь же мы сделали отдельную зону. На балконе у нас расположена очень удобная зона для сушки белья. Очень удобное отделение. Смотрите, такого вы точно еще не видели. InMyRoom – это маркетплейс красивой мебели. Привет, InMyRoom! Добро пожаловать! Меня зовут Потапова Анастасия. Я совладелица дизайн-бюро Умбюро. Также я преподаватель британской школы дизайна и хомстейджер. Хочу вам показать наш новый проект на Щербаковской. В этом выпуске вы увидите, как мы в Сталинке обновили все инженерные коммуникации. И фактически из двушки сделали трешку. Мы находимся на востоке Москвы. Это дом с сталинского периода постройки 1957 года. Индивидуальный проект дома. Квартира 56 квадратных метров. Наши заказчики – молодая семья. Они и маркетологи, и преподаватели британской школы дизайна. Так мы и нашли в целом друг друга. Перед нами стояла задача от наших заказчиков – сделать изменяющийся интерьер под их цели. Семья пока без детей, но планируют иметь его в ближайшем будущем. Поэтому мы должны были учесть это в нашем дизайн-проекте. Наши заказчики – приверженцы классики. Но на момент согласования проекта и подбора самого дизайна мы смогли их немножко перетянуть в сторону современности и реализовать проект в стиле современной классики. Посмотрите, что у нас получилось. Marketplace MyRoom – это очень удобное место, где собраны тысячи товаров от разных производителей. Это один заказ, один менеджер и одна доставка. Очень удобно для оформления вашего интерьера. Давайте начнем с прихожей. До ремонта здесь было все совершенно по-другому. Наверху была огромная длинная антресоль, которая очень сильно скрадывала пространство и создавала очень сильное давление сверху. Сейчас свободный высокий потолок. Посмотрите, как красиво получилось у нас. С правой стороны раньше находился шкаф встроенный, не очень глубокий, до потолка. На этой же стене, фронтальной перед входом, находилась дверь в санузел, что было очень неудобно. Санузел был перестроенный. Санузел был не согласованный с нарушением абсолютно всех перепланировок. Нам пришлось его полностью сносить и выстраивать все стены там внутри заново. Вот такая прихожая у нас получилась сейчас. Стены у нас покрашены краской, полуглянцевой. На фронтальной стене перед входом у нас красивые обои с обезьянками, которые позитивно встречают всех приходящих в квартиру. Такой яркий момент во всей отделке нашей квартиры. Именно этот кусочек стены. И дальше еще будет в туалете, я вам покажу обязательно. Ну и, конечно, большое зеркало, которое крайне необходимо всем жильцам, женщинам и мужчинам, чтобы красиво выходить из дома и возвращаться с улыбкой домой. Вместо того неудобного шкафа с раздвижными дверцами, в котором было очень неэргономичное хранение, мы выстроили гардеробную комнату, в которой у нас поместилось и хранение верхней одежды, и обуви, и долгосрочное хранение, и даже постирочное. Обратите внимание на эту удобную сдвижную дверь. Она здесь выбрана не случайно. У нас по бокам гардеробной есть стены, чтобы туда встраивать шкафы по бокам. Но эти стены недостаточно для того, чтобы делать сдвижную дверь. Большую дверь с обычным полотном в такой маленькой гардеробной нам было бы неудобно использовать, потому что она мешала бы входу, она занимала бы очень много места. Поэтому мы выбрали дверь со складным механизмом от фабрики Софи. Кстати, во всех комнатах установлены двери от фабрики Софи. Мне понравился их дизайн и функциональность. Гардеробная дверь на сдвижной бесшумной системе Compact 90. При открывании она складывается пополам, занимая минимум места. Сверху мы покрасили дверь в тон наших стен. В кабинете раздвижная дверь из коллекции Chalet с французской решеткой. Здесь каждое окошко – это отдельное стекло в раме. Часто производители используют единое стекло, разграничивая окошки наклеенными рамками. Это очень опасно. Если стекло разобьется, то все сразу. Здесь же так не случится. Двери при открытии заезжают в стену и становятся невидимыми. Такая система называется пенал. Механизм с направляющими и сам пенал встроили в стены во время ремонта, а позже уже навесили полотна. Двери в других комнатах распашные из коллекции Classic, покрытые экологичным, устойчивым к влаге и повреждениям белым матовым лаком. Двери на фабрике «София» изготавливаются под строгим контролем качества. Все детали выполнены идеально. Нет никаких проблем с установкой даже сложных раздвижных систем. Выбирайте и заказывайте двери от фабрики «София» по ссылке в описании к видео. Итак, мы оказались в коридоре. Раньше он представлял себя очень длинный, темный и низкий тоннель. Здесь была стена глухая, сверху была низкая антресоль на всю площадь потолка этого коридора. Сейчас же мы открыли пространство, убрали ненужную совершенно в современном интерьере антресоль, убрали вот эту стену. Мы убрали эту перегородку, оставили несущую балку, поставили легкую конструкцию, в которую встроили телевизор. Дальше мы об этом посмотрим в гостиной. Но, возвращаясь в коридор, посмотрите, у нас пол единый из прихожей в кухню. Весь он со встроенным теплым полом. И сейчас мы вместе с полом переходим на кухню. И вот в итоге мы находимся на кухне. Она была совершенно другой до ремонта. Она была темной, обшита вся деревом, вагонкой покрашенной в оранжевый цвет, ну, оранжевым лаком. Сейчас, посмотрите, какое это светлое помещение. У нас часть стены выкрашена в синий цвет. Она продолжает синий цвет из прихожей, переходя на кухню. Дальше растворяется в районе балкона и переходит уже в синий-серо-голубой фартук нашей белой кухни. Покрасив кондиционер в цвет нашей стены, мы визуально его спрятали. Смотрите, какой интересный лайфхак. Напомню вам, наши заказчики молодая пара, и супруг очень тщательно подходил в момент составления дизайн-проекта к выбору всего. И в том числе к выбору кухни, как к центру подтверждения любой квартиры. Супруг очень высокого роста, под 2 метра. Его же супруга стандартного женского роста, в районе 160-65 сантиметров. И супруг очень сильно настаивал, чтобы столешница на кухне была высокой под его рост. Здесь столешница не типовая, она метр 5 сантиметров. Достаточно высоко даже для меня. Видите, мой рост в районе 165 сантиметров. Но в итоге эксплуатации эта столешница оказалась очень удобной для них обоих. И ему удобно готовить, и супруга очень довольна. У нее не устают руки, не устает спина резать, готовить, кашеварить, мыть посуду. Вы, наверное, заметили, у нас здесь газовая поверхность, но совсем не видно трубы. Мы ее не спрятали она совсем. У нас здесь фальш-поверхность, созданная из керамогранита нашими строителями. Она легко снимается, открывая доступ к крану, перекрывающему газ. Материалы нашей кухни – это кварцевая столешница, фасады из массива, под латунь наши ручки, под латунь раковина и смесители. И под латунь мы даже сделали уголочки на стыке плитки и стены. Под зоной готовки у нас очень удобное хранение крупной посуды для готовки и инвентаря тоже для готовки лоточков и всяких приспособлений. Дальше у нас хранение посуды для ежедневного использования вместо сушки, которую обычно устанавливают над раковиной. Здесь же они хранятся рядом с посудомойкой. Сверху у нас ящик для хранения приборов. Под раковиной у нас установлено оборудование. Это фильтр для воды и измельчитель отходов. Мы смогли установить измельчитель отходов в Сталинке, потому что здесь был капитальный ремонт и заменены канализационные трубы. Дальше с этой стороны у нас есть очень удобное отделение. Смотрите, такого вы точно еще не видели. Здесь мы храним половники, поварешки и все остальное. То, что обычно хранится на рабочей поверхности и очень сильно засоряет визуально ее. Здесь же убраны масла, доски. Посмотрите, прихватка. Причем прихватка удобно, функционально находится рядом с духовкой, чтобы сразу достать горячее блюдо. И еще один интересный момент. Вот в этом ящике у нас установлена мусорка. Мусорка, посмотрите, не под раковиной, как это обычно, а вот здесь внизу с раздельным сбором мусора. Под духовкой у нас морозилка и рядышком огромный вместительный холодильник с кучей вкусных видов. И теперь расскажу про верхние шкафчики. Здесь у нас зона духовки и хранения. Тут бакалея хранится, чай, макароны, орешки. Над мойкой хранение бокалов, посуды. Над духовкой рядышком, здесь тоже бакалея и бокальчики. Вся верхняя зона, она тоже хранение. Хранение долгосрочное. Та посуда, которой мы пользуемся крайне редко. На кухне очень важно освещение. Это наша безопасность. Поэтому мы предусмотрели освещение рабочей зоны под шкафчиком, оно установлено, освещение рабочей зоны сверху на потолке и локальное освещение над столом. В синем углу нашей кухни находится столовая зона с тремя посадочными местами. Стол у нас не раскладной, такой необходимости у заказчиков не было. Кстати, у InMyRoom есть свой телеграм-канал. Там вы найдете идеи для ваших интерьеров, акции, скидки и анонсы выходов наших роликов. Ссылка в описании под этим видео. Мы переходим к окну. Здесь у нас подоконник из натурального камня. И окно, и балконная дверь под дерево. Посмотрите, пожалуйста, внизу. Мы отставили открытую батарею. Она достаточно спокойного, лаконичного, современного дизайна, поэтому нет смысла было ее скрывать. Переходим на балкон. Пошли. На балконе у нас расположена очень удобная зона для сушки белья. Сверху проходит под потолком планки. И очень удобно планки вот здесь вот рядышком повесить мелкие какие-то детали. Они убираются при необходимости. Из остатков керамогранита с кухней мы сделали столешницу для хранения на балконе и встроенный шкафчик. Ну а вообще балкон задуман как зона для релакса и отдыха в теплые летние вечера. Здесь специально для этого сделан столик откидной, который можно поднять, либо убрать, чтобы он не мешался. Лампочки, свечи. Хороший вид. Стены, пол и потолок балкона отделаны ламинатом 33 класса износа стойкости. Это же родные стены нашего дома, которые просто покрашены белой краской. Мы переходим в гостиную, зону отдыха для нашей пары. Здесь раньше была глухая стена. На месте ее мы установили легкую воздушную перегородку со встроенной нишей для телевизора и навесной полкой для хранения вещей. Зоны для отдыха. И вот этой части не было. Это было одно большое помещение. Здесь же мы сделали отдельную зону рабочую кабинета. Здесь располагается письменный стол с одной стороны. С другой стороны он тоже запланирован. И когда у наших заказчиков появятся дети, здесь будет маленькая, временная, детская до покупки новой квартиры, куда они планируют переехать с рождения ребенка. С полностью открытыми дверьми эта зона становится единой со всей нашей гостиной, увеличивая тем самым пространство этой комнаты. А вот с закрытыми дверями эта зона становится очень хорошим кабинетом со звукоизоляцией для проведения зумов и эфиров одного из наших супругов. Камин – это изначальная собственность наших заказчиков. Он сделан из массива дерева. Заказчики очень просили его сохранить и вписать в новый интерьер. Мы придумали в него такое центральное место нашей гостиной и обыграли декором. Так как эта зона планировалась рабочей, здесь предусмотрено очень много розеток. Вообще заказчик очень большой фанат розеток. Их очень много по всей площади нашей квартиры. На стенах гостиной использована та же краска, что и в прихожей. Единственное, здесь она уже в матовом варианте, потому что не требует такой частой мойки. Это керамогранит, тумбочка изготовлена на заказ, МДФ. Пол гостиной – это паркетная доска темного цвета под дерево. Стык плитки и доски сделан эпоксидной затиркой. Нашу перегородку мы поставили вровень со стыком, чтобы это все смотрелось гармонично. В гостиной также предусмотрены несколько сценариев освещения. Большая красивая декоративная люстра по центру потолка. И локальные светильники на рейлах. Также есть освещение в нашей рабочей зоне. Это трековые светильники. Мы переходим в спальню наших заказчиков. Эта спальня досталась нам уже отремонтированной. Здесь были выкрашены стены в голубой цвет, немножко не подходящие к нашему дизайну и немножко не подходящие для этой квартиры. Поэтому мы удалили бой под покраску, аж поклевали стены и выкрасили другой краской. Также мы тут заменили освещение. То освещение, которое здесь было, оно не устраивало заказчиков по функционалу. Здесь были высокие бра, которые давали мало света и не давали читать. Мы добавили бра для вечерней подсветки и бра для чтения. Плюс современное освещение. Мебель, которая здесь сейчас находится, это мебель, купленная заказчиками до дизайн проекта. Так же, как и весь текстиль. Подоконник здесь, так же, как и всех остальных комнат, выполнен из натурального камня. Здесь экраном закрыты батареи. Эти экраны также поставили заказчики еще до дизайна. Они хорошо вписались в общий проект, поэтому мы приняли решение оставить. И обратите внимание на кондиционер. Он выкрашен нашими строителями той же краской, что и стены. Тем самым он сливается со стеной и становится практически незаметным. Точно такое же решение у нас на кухне. Обратите внимание, во всех комнатах у окон у нас установлены розетки. Это очень удобное решение для новогоднего украшения ваших окон. Кстати, владелец квартиры, наш заказчик, очень трепетно относился ко всей инженерной системе этого дома. И к электричеству, и к воде, и к канализации. Все было продумано, и покупались самые дорогие материалы. И так как это Сталинка, а в Сталинках всегда есть проблемы с электричеством, наш заказчик поступил очень нетравиальным способом. Он заказал, согласовал и протянул в эту квартиру отдельную линию электричества. Если даже во всем районе выключится свет, здесь он будет продолжать гореть. Наша ванная комната. Светлая, яркая. Ярко ее делает тумбочка с синими фасадами, насыщенными. И посмотрите, как много латуни тут, про которую я вам говорила на кухне. Мы здесь сделали и полотенцесушитель под латунь, и даже решеточку под латунь. И все наши краны, светильники, все у нас в одном цвете. В зоне ванной мы предусмотрели встроенную нишу для хранения шампунчиков, декора, свечек. И всего того, что нам очень нужно, когда мы принимаем ванную и расслабляемся. Ванная же у нас так удобно установлена, что можно к ней удобно подойти и поставить ногу. Наливая воду, купая ребенка в будущем, возможно. Там же встроено у нас дополнительно декоративное освещение. Ванна была, вряд ли, парит. Потолок здесь натяжной, со встроенными светильниками и подвесными бра над зоной раковины. Стены из керамогранита светлого, нейтрального оттенка, чтобы сделать это помещение очень легким и воздушным. Два сценария освещения в зоне раковины. Сценарий с бра, чтобы расслабляться лежа в ванной. И сценарий с освещением зеркала, чтобы видеть все детали, наводя красоту по утрам. Квартира нам досталась с незаконенной перепланировкой. Вход в ванну был с этой стороны. Вот эта стена была снесена частично. И ванная была объединена с туалетом. Вот в этой стене находится вентиляционный короб. Его нельзя сносить никак. Это незаконно. Поэтому нам пришлось восстанавливать вентиляционный короб, зашивать эту стену и делать независимую ванну и туалет. А сейчас я хочу показать вам наш туалет. Он очень сильно отличается от всей квартиры. И это была наша идея и задумка. Мы хотели сделать его ярким, интересным и тем местом, где можно действительно расслабиться. Пойдемте. Вытяжка здесь срабатывает автоматически. Поэтому, извините за шум. Продолжаем. У нас очень яркие, сочные обои в туалете. Яркий керамогранит зеленого насыщенного цвета. И бордюр, который это все объединяет под цвет наших цветочек и ягодок. С этой стороны у нас маленькая, ультракомпактная раковина, чтобы можно было вымыть руки. Обратите внимание. Я вам напомню. Мы в Сталинке. И это типичные габариты туалета. И сюда можно поставить маленькую раковину. Было бы желание. Здесь у нас встроена инсталляция унитаза, над которой у нас распределительный щиток по воде. Давайте посмотрим. Вот такая вот красота прячется за этими дверями из МДФ. Наш рум-тур подходит к концу. Спасибо, что досмотрели его до конца. Если у вас остались вопросы или комментарии, пишите их, пожалуйста, под этим видео. Я постараюсь оперативно на них ответить. До свидания.